В 14-й Краснодарской колонии провели день открытых дверей. Пригласили гостей сразу после капитального ремонта общежития для осужденных. Увидела все это и наш корреспондент Елена Гелева. Рафаэль ловко орудует ножом для резьбы по дереву. Чаще всего фигурным узором он украшает нарды. Орнамент у каждого изделия свой, мастер рассказывает. Эскизы придумывает сам. И художественное образование есть. На свободе молодой человек учился на дизайнера. А ПТУ закончил уже в исправительной колонии. Три года назад попал сюда за убийство. Но говорить об этом не любит. Беседуем в основном о творчестве. Я в большей степени как художник выступал. И поэтому мне очень легко было с деревом работать. И как бы в городе я этим нет-нет занимался. Поэтому как бы само свойство дерева я знаю. А ПТУ же остальные знания отдало. И поэтому я начал заниматься резьбой по дереву. Трудоустройство официально 8-часовой рабочий день. Все как положено. Обедленный перерыв и выходные дни. В 14-й исправительной колонии таких трудяк с криминальным прошлым много. И скоро они переедут в обновленный корпус общежития. Рабочие бригады лучше у нас так и останутся. Там это рабочие бригады. Общежитие рассчитано на 120 человек. На сегодняшний день оно единственное в регионе. Приближено к европейскому стандарту размещения осужденных. Начальников руководитель главка собрал на базе нашей колонии. Для того, чтобы они ознакомились с теми видами содержания осужденных, которые здесь открыты. Открыто новое общежитие, которое отремонтировано. Там будет мебель, которая будет изготовлена. Также на базе наших предприятий производственных. В корпусе сделали капитальный ремонт. Теперь здесь новые коммуникации, сантехника, пластиковые окна и просторные светлые комнаты. Условия для проживания вполне комфортные. Тем не менее, попасть в этот интерьер надолго не хочется никому. Поэтому многие из числа так называемого спецконтингента усердно вырезают нарды, шьют фуфайки, изготавливают фигурки в местных мастерских, зарабатывая шанс на условно-досрочное освобождение. Елена Гелева, Артем Тумарь, Алена Чистякова, телекомпания «Краснодар».